Девушки отдыхают Добрый день, друзья! Это Бонус, а я Гомовер, и мы рады очередной-очередной встрече с вами. Смотри, дорогой Бонус, как увеличилось число наших зрителей с прошлого раза. Да это я попросил кое-кого из моих знакомых посидеть. Да? Да. Ну ладно. Так или иначе, сегодня мы поговорим о явлении, называемом Думмания. Как известно, появление таких игр, как Дум и Вольфенштейн, породило к жизни десятки игр им подобных. Их называют Дум-клонами. В связи с этим, некоторая часть общественности, как нашей, так и зарубежной, высказывает опасения по поводу вспышки насилия, происходящей в виртуальном мире. Слишком много насилия, говорят они. Ну, мы, конечно, считаем эти нападки абсолютно несправедливыми. Ведь они нападают первыми. Попробуйте прогуляться хотя бы по одному уровню в Думе, и вы поймёте, о чём я говорю. Эти монстры только и знают, что набрасываются на совершенно незнакомых им людей. Поэтому все наши, ну, якобы агрессивные действия, не более, чем обычная самооборона. Популярность Вольфенштайна и Дума породила много новых версий этих игр. Вот, например, версия Вольфенштайна, довольно сильно отличающаяся от оригинальной. Как вы видите, интерьер перерисован заново, солдаты переодеты в новую форму и так далее. Наибольшие изменения претерпели, на наш взгляд, собаки. Раньше это были немецкие овчарки, а теперь они вывели доберманов синего цвета. Наши эксперты считают, что добиться подобного эффекта проще всего, перекрасив обыкновенных доберманов в синий цвет. Для этой цели подходит масло, акварель, может быть, темпера. Но все эти изменения не смягчили нрава врагов. Таких же коварных и кровожадных. На стенах развешаны памятные фотографии. На этой, например, изображен истребитель МЕ-109, принадлежащий летчику Курту Штайнеру с его дарственной надписью. О, опять собаки! Да в этой версии их немеряно. Господи, просто как собак не резан. Наши эксперты пытались их прикормить безуспешно. А вот переделка к Думу, называющаяся Элиан. Сделанная по мотивам фильма «Элиан» чужие. Однако пресловутые «чужие» оказались вполне своими для публики, которая обычно околачивается в Думе. Они легко нашли общий язык и совместными усилиями докажут вам, что чужой-то здесь. Вы! Слева мы замечаем какие-то вентиляторы. В этом чувствуется влияние программы от винта. Да-да! Ваша амуниция пополнилась новыми видами вооружения. Здесь и плазмомет, и двойной пластырь, и даже 12,5-миллиметровый клеймёт лепажа. А, я помню! Это устройство, склеивающее врагов в одну зловонную кучу. Совершенно верно! Кстати, мне кажется, что самым страшным врагом в Думе является скелет. Это почему? А потому что их всегда как минимум двое. Один-то постоянно внутри вас. Да, и от него не сбежишь. Пришельцы перерисовали уровни по своему вкусу, сделав их совершенно нечеловеческими. Любимый цвет гостей из космоса... Такие же они гости. Это, наверное, мы у них гостями? Верно. Ну так вот, любимый цвет гостеприимных хозяев – это всевозможные оттенки серого. На фоне серых же стен заметить их непросто. Думается, что сделано это специально. Если вас мучили сомнения, во что играть, в Дум или в Вольф, то теперь вы можете совместить эти два удовольствия. Перед вами еще одно расширение к Думу, называющееся Дум энд Вольф. Как видите, солдаты вермахта очутились на Марсе. Хотя совершенно непонятно, как и зачем. Может быть, они ищут здесь пресловутое оружие возмездия? Или прячут деньги? Какие деньги? А те самые, которые Интерпол до сих пор безуспешно разыскивает на секретных счетах швейцарских банков. Вам поможет то, что действия ваших врагов отличаются заметной несогласованностью. Видимо, совместные маневры проводились нечасто. Видимо, так. Вообще чувствуется, что интерьеры Дума несколько деморализуют солдат вермахта. Они сделались очень нервными и полят куда ни попадя, в том числе и друг в друга. Говорят, что на подходе новой версии Дума Дум-теннис Монстры играют в теннис И Дум-тетрис Монстры играют в тетрис Вернемся к утверждению, что виртуальное насилие способно оказывать влияние на общественные нравы. В свое время Гилберт Честертон писал по одному похожему поводу Вот Существует обычай, в особенности у судей приписывать добрую половину преступлений, совершаемых в столицах, пагубному воздействию детективной литературы. Вот, видите, раньше причину ухудшения нравов видели в детективах, теперь это кино и телевизор, а скоро в этом обвинят компьютеры. У нас нет серьезных оснований считать, что человек, предположим, играющий в Дум, перенесет эти взаимоотношения на окружающих. Ведь никто не думает, что человек, которому нравится игра «Ковер-самолет», утром отправится на работу на коврике, вместо того, чтобы подождать троллейбус. Не будем путать идеальные и реальные миры. Не будем? Не будем. Тогда вернемся к разговору о необходимой самозащите. Игра «Седьмой коридор» предоставит вам замечательные возможности для оттачивания своих навыков. История «Седьмого коридора» такова. В 2012 году, то есть через 17 лет, видимо, еще при нашей жизни, группа безответственных ученых привезет с Марса некий загадочный артефакт. Не зная толком, что с ним делать, его поместят в научно-исследовательский комплекс Невадии, известный под названием «Коридор 7». Там же находится ангар-18. Итак, ученые долго не знали, с какой стороны подойти к этому артефакту, пока кому-то из них не пришла в голову блестящая идея подвергнуть его воздействию гамма-излучения. Натурально, вслед за этим из него вылупились страшилища, перерезали ученых и захватили базу. Вот. Не в бровь, а прямо в глаз. Как вы понимаете, правительство США не собирается с этим мириться и посылает туда Special Forces Marine. Всепогодного морского пехотинца. Который и должен установить в Неваде порядок. Некоторые монстры действуют не без выдумки. Видите, этот превратился в стул. Думал, ему это поможет. Во, наш Петрович полетел. Управление седьмым коридором вполне традиционно для игр этого класса и осуществляется при помощи клавиатуры. Да, хорошенькая история. Ну, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, это насилие в компьютерных играх, мы с коллегой хотим сделать одно заявление. Будучи все-таки не в силах игнорировать мнение так называемой общественности, мы объявляем о создании инициативной группы по примирению с монстрами. В эту организацию будут входить лица, которые умеют по-хорошему договариваться с существами. Слово монстр не годится для описания наших возможных партнеров. Конечно. Которые обитают в играх типа Дум, Седьмой коридор и так далее. Ну, а теперь, чтобы смягчить тягостное впечатление от всей этой стрельбы, посмотрим что-нибудь веселенькое. Если вы отправили из комнаты детей, то позовите их обратно, и мы все вместе посмотрим игру, которая называется Маскер Рейс. Макарова гонка. Многие западные журналы, специализирующиеся на играх и падких на сенсации, поспешили объявить Наскер Рейс новым словом в автосимуляторах. Так это или нет, нам судить трудно, но игра в целом нам понравилась. Здесь предусмотрен элитный режим Супер ВГА. Это такой графический режим. К сожалению, на нашем скромном 486-м процессоре он невозможен. А нам бы очень этого хотелось. Да, Супер ВГА, но, знаете, как-то пристойней. Своим автомобилем вы можете управлять, как находясь в кабине... Вид А. Так и наблюдая за ним сверху. Вид Б. За рулем этой машины находится один из наших экспертов. Он, в сущности, водит неплохо, но отсутствие на дороге сотрудников ВГАИ толкнуло его на некоторые эксцентрические поступки. К тому же машины, с которыми вы соревнуетесь, носятся совершенно непостижимой для нас скоростью, и встретиться с ними вы можете, лишь направляясь к ним навстречу. В целом, это сильно напоминает популярные теперь гонки на выживание. По правилам состязаний вам запрещается использовать двигатель объемом более трех тысяч кубических СМЭ и брать попутных пассажиров. Мы очень просим вас быть предельно осторожными на трассе. Дальнейшие репортажи о гонках смотрите в программе «От винта». Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам о некоторых виртуальных новинках, призванных облегчить труд людей, занимающихся компьютерной графикой. Представляете, сколько мучений выпадает на долю художников, которые вынуждены создавать всяких там терминаторов. Нет, других подобных монстров. Ведь выдуманное имя страшилища должны не только двигаться, а переругиваться и даже драться, как настоящие люди. Специально для этой цели художники изобрели некого робота, способного в буквальном смысле слова на все. Мы предлагаем взглянуть на это чудо глазами наших экспертов. Вы можете видеть перед собой прототип так называемой системы Motion Capture. Этот прототип, который называется Monkey, является демонстрационной моделью и служит для снятия движения, установки движений, для трехмерной мультипликации анимаций. Вы можете видеть у этого робота все степени свободы, характерные для человека. Этот робот может поднимать, опускать стопу, вращать ногой, поворачивать корпусом, пожимать плечами, делать различные жесты головой, смотреть вверх, вниз и так далее. Вращать руками, кистями и выполнять все движения, характерные для живого человека. При помощи этого робота ставится анимация для модели, которую мы можем сделать любой конфигурации. Единственное требование, которое предъявляется при работе с этой системой, это то, чтобы датчики, которые вы видите перед собой, соответствовали суставам, скелета модели, которую мы смоделируем на компьютере. То есть это может быть робот, может человек, может быть девочка, может быть даже какое-то животное, которое имеет тоже четыре ноги, голову и примерно такие степени свободы, как вы видите на этой модели. Вот и все. Ну вот и все. Не хотим вас больше нервировать. Не им, как говорится, оба. В смысле? ъ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...